Салют, панки! Мы много говорили с вами о произведениях, которые действительно что-то стоят в истории литературы. Это произведения, которые могут вас изменить, могут вам открыть взгляд на очень многие вещи. Есть и книги, которые просто вас увлекают. Да, это интересная история. Вы находитесь в процессе, пока вы читаете этот роман, и вполне вероятно потом вы даже забудете, о чем эта книга. Но в тот момент, пока вы с ней взаимодействуете, она полностью владеет вашим вниманием. Естественно, есть много разной литературы. И есть в том числе и плохие книги, которые при этом в истории литературы считаются очень важными. Про одну из таких книг, про книгу, которую я, откровенно говоря, ненавижу, и я хочу с вами сегодня поговорить. Это самое пустое произведение, которое я знаю. Это самая большая фальшивка в литературе, которая мне когда-либо встречалась. Это произведение, к которому я очень не хотел возвращаться, но специально для вас, для того, чтобы сделать этот выпуск. Я все-таки перечитал его, снова оплевался. И речь у нас сегодня с вами про Павлу Коэлья и его роман «Алхимик». Вообще, друзья, у меня к вам есть важное обращение. Мы заглянули тут в статистику Ютуба и увидели, что 55% из вас смотрят нас без подписки. Как так можно? Ребята, срочно, это несложно, да? Нажмите на этот чертов колокольчик, нажмите «Подписаться», смотрите нас с подпиской, а еще поставьте этому видео лайк. А еще, если вы перейдете по ссылкам в описании, там есть наш ТГ-канал. Вот в этот ТГ-канал мы выкладываем всю актуальную информацию, советы по книгам, а еще мы выкладываем туда предложения по работе в нашей команде. Сейчас, например, мы ищем монтажера. Поэтому, если ты монтажер, откликнись, перейди в ТГ и напиши нам. Казалось бы, что есть в этой истории такого, что может вызвать столь негативное отношение к ней? Вроде бы все просто, вроде бы все понятно, и любой человек не скажет. Ну вот есть же, например, «Маленький принц» Антуан де Сенекзопери. Тоже простая книга, но при этом тот роман, который могут читать люди абсолютно разных возрастов. Ты читаешь эту книгу в детстве, читаешь ее во взрослом возрасте, и каждый раз воспринимаешь ее по-разному. Разве так плохи подобные произведения? Но тут я хочу сделать одну очень важную ремарку. Антуан де Сенекзопери по-настоящему великий писатель, а вот Павло Каэлья – это фальшивомонетчик, который пытается выдать на самом деле ничто за что-то великое. И тут я хочу вспомнить несколько важных моментов, а если говорить еще точнее, это замечательная статья Владимира Владимировича Набокова, которая называется «Пошляки и пошлость». Дело в том, что Владимир Набоков, этот по-настоящему замечательный русский писатель, очень интересно разбирает вопрос о пошлости. Что из себя представляет пошлость? Вот нам кажется, что это что-то, ну, допустим, неприличное. А на самом деле пошлость часто не связана с чем-то неприличным. Пошлость, как говорит об этом Набоков, это пустота. Это внешняя форма без какого-либо содержания. И есть пошлость, ну, такая, достаточно милая, достаточно простая. Возьмите, допустим, того же самого Супермена. Ну, что может быть пошлее Супермена и что может быть пошлее Бэтмена? Да ничего не может быть пошлее. Это ясные, простые, всем понятные картинки. Но нам ясно, к чему они, ясно, почему они делают. И у них нет никакого бэкграунда, который за ними бы шел. Пошлость куда более страшная. Пошлость, которая действительно деструктивно выдает себя за что-то великое. Она притворяется какими-то светлыми идеями. Она притворяется возвышенными идеалами. А по факту таковой не является. И в этом отношении Павло Кэлья один из самых больших пошляков, которые встречаются в литературе. Давайте посмотрим с вами, о чем на самом деле его роман «Алхимик». Я могу разложить историю этого произведения крайне просто. Был пастух. Пастух увидел сон. О сокровище. Пошел-то сокровище искать. И знаете, где его нашел? Рядом с тем местом, где жил. Вот и вся история. Как эта история вас может изменить? Ну, вряд ли она может изменить вас сильно. Как вы можете по-другому взглянуть на мир? Да тоже вряд ли сможете. Давайте посмотрим с вами, что же такого пошлого есть в этой истории и почему она настолько невыразимо написана. Есть один очень хороший принцип. Я всегда его любил и всегда считал, что это действительно то, что важно для литературы. Настоящий, по-настоящему хороший писатель, он всегда должен показывать, а не рассказывать. Потому что когда писатель рассказывает, ты можешь ему не поверить. А когда он показывает, ты сам это видишь. Ты видишь, например, что герой нервничает и волнуется. И не надо говорить о том, что герой нервничает. И ты это сам видишь. И, соответственно, твое погружение внутрь контекста, внутрь книги становится куда больше. Хоть раз за весь роман Пауло Каэльо нам где-то показал. Единственное, что он нам показал, показал нам кукиш. Представьте себе, что перед вами есть художник. Или перед вами есть фокусник. Любой хороший писатель – это, конечно, фокусник. Потому что чем интереснее он показывает нам сплетение событий, сплетение сюжетов, тем больше он погружает нас в контекст книги, тем больше наше удивление в финале. Теперь как выглядит Пауло Каэльо. Наверняка вы знаете все вот этот замечательный фокус с пальцем, да? Вот он очень классно проканает для детей лет трех. Они действительно думают, что ты себе палец отрываешь. Но проблема в том, что когда ты читаешь «Алхимика», у тебя возникает ощущение, что тебя держат до того самого дебила трехлетнего, которому до сих пор показывают палец и говорят о том, что смотри, магия. Что мы видим с вами в становлении героя? Кто такой Сантьяго? Да вообще непонятно, кто такой Сантьяго. Пастух и пастух. Пастух, влюбленный сначала в одну девушку, которую он видит один раз, потом влюбленный в другую девушку, Фатиму, в которую он тоже влюбился сразу. Как сразу? Мы даже не знаем, как выглядит Фатима. Мы даже не знаем о том, что было в его душе. Как это можно назвать любовью? Но Павло Каэле просто говорит. Он полюбил, потому что любовь, знаете что? Это хорошо. А кто скажет, что это плохо? Никто не скажет, что это плохо. Но где у вас становление героя? Где его путь? Где его измедение хоть какое-то? Этого ни черта нет. Мне на это скажут Николай. Но ведь Павло Каэльо пишет на самом деле произведение, в основе которого сказка. Перед нами легенда, а не реальное повествование. Ты же ведь видел подобные легенды. Видел, например, их в Старухе из Иргиль у Горького. Ты же видел подобные легенды, ну, например, в «Маленьком принце» Антуана де Сен-Экзопери. Да, все это так. Но проблема в том, что легенда Павло Каэльо не приводит ровным счетом. Никуда и не приводит ни к чему. Если в каждом из тех произведений, которые я до этого момента вам называл, есть все-таки какое-то определенное приобщение к истине, есть идея, которая вас занимает, есть то, что может вас изменить, то у Каэльо здесь нет ничего. Везде вы увидите одни и те же фразы. Например, фразу про душу мира. Или фразу, например, про всеобщий язык, на котором говорят все. Ну, что это за всеобщий язык? Как он выглядит? Этого нет ни черта. Это одно название, которое за собой ровным счетом ничего не скрывает. В результате в произведении Каэльо нет самой важной вещи, которая должна присутствовать абсолютно в любом произведении. Запомните важную вещь. Когда вы читаете литературу, вы прежде всего запоминаете такую штуку, как художественный образ. Потому что если нет художественного образа, у вас нет и произведения. Заметьте, вы можете, например, забыть некоторые повороты сюжета. Вы можете забыть некоторые слова. Но вы запоминаете события и визуальные образы. Например, когда вы читаете Анареда Бальзака и читаете его роман «Отец Горио», вы и блестяще запоминаете тот эпизод с сахарницей, которую мнет Горио. Это сахарница, которую он купил для своей жены, а он ее сжимает, всю серебряную сахарницу, для того, чтобы отнести в заклад и для того, чтобы эти деньги дать своей дочери. Вот вам художественный образ. Вся любовь к жене, все дорогое прошлое, мнется, сжимается, и этот момент вы запоминаете. Наш сегодняшний герой, Павло Каэлья, говорил, что самое главное — знать мечту и следовать ей. Однако отдыхать от этого долгого пути просто необходимо. И лучше это делать вместе с синхронизацией. Ребята — наши давние друзья. И они вывели идеальную формулу досуга. Вы отдыхаете и расширяете кругозор одновременно. А с годовой подпиской на все курсы делать это гораздо проще. Ведь в наборе более ста различных курсов на 20 с лишним тем. Начиная от кино и психологии, заканчивая искусством и литературой. Например, в курсе литература — полное погружение. Можно по-новому взглянуть на классику, разобраться в сложных книгах, поэзии и открыть для себя новых авторов. Есть как аудио, так и видеоформат. И он уж, поверьте, увлекательней, чем Netflix. Опытные лекторы не только знают буквально все о своей теме, но и расскажут это так, что переключиться не захочется. С ними, как и с другими слушателями, можно свободно обсудить книги, кино, искусство и многое другое. Но самое интересное, что до 3 декабря в синхронизации будет проходить «Черная пятница». А это, во-первых, огромные скидки на все курсы, а во-вторых, скидка 70% по промокоду PUNKMONK на годовую подписку, которая вам теперь обойдется в 11 400 рублей вместо 38 000. Без проблем можно оплачивать долями или картой из любой точки мира. Мы с синхронизацией давно, так что за качество отвечаем. Минусов ну просто нет. Так что переходите по ссылкам в описании или сканируйте наш QR-код на экране и успейте оформить подписку с максимальной скидкой до 3 декабря. Теперь давайте посмотрим с вами на алхимика. Есть ли хоть один художественный образ в этом произведении? Есть ли хоть какая-то яркая деталь? Вот помимо того, что у Сантьяго была тара овец. Вот хоть раз вы помните, как, например, выглядел алхимик, которого встретил Сантьяго. Что-нибудь, помимо того, что у Футимы черные глаза, вы помните по поводу Футимы? Вряд ли. Зачем ему идти к пирамидам? Какое именно сокровище он там ищет? Что за чупуха? И тут вам тоже ничего не ясно. В итоге вы получаете настоящую обманку. По сути дела, когда я смотрел на современный мир, на современную ситуацию, я понял жуткое деструктивное влияние романа «Алхимик» Павла Каэлья. Дело в том, что когда ты смотришь в эту книгу, у тебя возникает полное ощущение, что ты читаешь Библию для инфо-цыган. И это так. Представьте себе, мы все в последнее время видели, как нам продают успешный успех. Мы видели, как нам говорят о том, что все мечты... Нам стоит только мечтать. Нам стоит только представить, и все будет. Вот Павло Каэлья вам обещает ровным счетом то же самое. Если человек следует своей судьбе, то весь мир будет находиться с ним в гармонии. Ага. И еще куча подобной чуши. Вы получаете, ну вот действительно, как будто выдержку из всех марафонов Елены Блиновской, Гусейна Гасанова и всех разных других персонажей, которые вам говорят о том, как лучше зарабатывать деньги, взаимодействовать с этим миром, да и как быть счастливее, и как быть реализованнее. Все это есть в алхимике. Под этим вам подразумевается и сокровище. Потому что сокровище, которое ищет Сантьяго, это что? Это цель жизни. И тут не снова возразят Николай, но ведь это всего лишь сказка. Ведь ты, как специалист по литературе, прекрасно же, например, знаешь немецкий романтизм. И должен знать роман Наваллеса, Генрих фон Офтердинген, разве там не та же самая сказка? Ведь тоже там снится сон о голубом цветке, а не о сокровище. Ведь тоже герой отправляется в странствие. Ведь тоже он ищет вот эту свою мечту, так же, как Сантьяго ищет сокровище. И в конце он эту мечту обретает. Разве Каэлью пишет не такое же произведение? Нет, отвечу я вам, не такое же. Потому что у Наваллеса за всем его романом стоит глубокое понимание, в том числе, немецкой философии. Потому что в итоге Генри фон Офтердинген, когда находит вам голубой цветок, он заканчивает это идеей синтеза, причем синтеза всех возможных искусств. И это новая совершенно картина мира. И Генри фон Офтердинген – это философское произведение. А роман «Алхимик» написан для тех людей, которые мечтают встретить в жизни сказку, с тем, чтобы им еще раз сказали, что да, в жизни сказка возможна, вам стоит только захотеть, и все, вы можете достичь. И звезды сорвать, и кредитов набрать, и накупить всего. Пожалуйста. Короче, «Алхимик» – это чушь, и «Алхимик» – это один большой сплошной обман. Теперь давайте разберемся конкретно где и в чем. Первое, о чем я уже сказал, в этом романе нет никакого художественного образа. Второе. В этом романе нет никакой идеи, которая может вас каким-то образом трансформировать. Еще в начале своей речи я сказал, что литературу мы с вами читаем по двум причинам. Вот есть критерий великой литературы. Великая литература – это та литература, которая меняет тебя, когда ты ее закончил читать. Есть текст-процесс. И это не значит, что эта литература плохая. Да, вы можете ее не вспомнить через год, через два. Но если книга работает на увлечение, если она владеет вашим вниманием, значит, перед вами предмет искусства. Да, это может быть невысокое искусство, но в любом случае ваше внимание уже целиком там. Так, например, написаны почти все остросюжетные книги и того же самого Юносбе, и того же самого Стивена Кинга. И это тоже литература. Когда мы говорим с вами о Коэльо, мы видим, что он не выполняет ни одну из этих функций. Интересно ли вам это читать? Да нет, неинтересно. Интересно ли вам, какие странствия будут у Сантьяго? Нет, неинтересно. Он вначале ходит по Испании, потом отправляется в Танжер, а потом отправляется через всю пустыню к пирамидам. Но при этом Коэльо настолько ленив, что он не дает вам даже понимания контекста. Заметьте, для любого произведения одна из самых важных вещей – это что? Это среда. Когда у вас появляется описание пейзажа, когда у вас появляется в литературном произведении, описание места – это один из самых важных моментов и а. с точки зрения психологизма, и б. с точки зрения подачи темы, в. с точки зрения отображения драматургии. Хочу привести вам один очень хороший пример. Есть замечательный автор, мы сейчас про него будем делать прям такой большой выпуск, зовут этого автора Филипп Дик, и у него есть роман «Мечтают ли андроида об электроовцах». Когда Филипп Дик хочет показать волнение, которое овладевает главным героем, он показывает это все не через слова, не через то, как он передает его мысли, а он показывает это все через внешние визуальные образы. В данном случае это тот момент, когда главный герой, охотник на андроидов, преследует Любу Люфт, и он настигает ее на выставке Эдварда Мунка. И по сути дела все картины Мунка вам создают вот эту тревожную, гнетущую атмосферу, и они для этого подходят лучше всего. Вот вам идеальный принцип, художник должен показывать, а не рассказывать. Но когда вы читаете Павло Каэлья, вы не чувствуете пустыни. Он упоминает Танжер. Блин, Танжер один из самых красивых городов, которые есть в Марокко. Ну, ё-моё, показан ли вообще там этот Танжер? Нет, не показан. Показан ли хоть раз там пустыня? Хоть раз вы ощущаете жар пустыни? Нет, никогда не ощущаете. Для вас это всего лишь декорация. И становится абсолютно неважно, где именно это происходит. Есть хороший пример. Мне очень не понравился фильм последний Дэнни Вильнева «Дюна» по одной причине. Мне не понравилось, как там передана атмосфера. То есть представьте себе, у вас пустынная планета, но при этом у вас никто не чувствует на этой пустынной планете жары. У вас песчаные бури, а герои ходят совершенно спокойно, как будто там и нет песка. И в результаты ты не втягиваешься в атмосферу. Ну, не веришь ты в то, что происходит. Ты понимаешь, это декорация. И вот по мере того, как ты читаешь «Алхимика», ты понимаешь, перед тобой декорация. Перед тобой фальшивка. Тебе продают в красивой обертке что-то очень сладкое, что-то очень милое. Знаете, я бы сказал, похожее на киевский торт. Вот кто-нибудь из вас пробовал киевский торт? Это жуткая, сахарная такая фигня. Ты в детстве, ну, наверное, его любишь. Он прям такой сладкий, что аж зубы сводит. Но чем старше ты становишься, тем больше ты понимаешь, что эта сладость, она чрезмерная. И здесь все вот эти вот идеи вечной любви, бесконечного поиска, о том, что счастье на самом деле находится только рядом, о том, что дорогу знаете, кто осилит? Осилит идущий, да. То есть вот, ну, я не знаю, весь роман «Алхимик» можно разбирать, да, цитаты по инфо-цыганам. Вообще, если кто-то хочет заняться инфобизнесом, я вам сразу могу сказать, хотите продавать «Успешный успех», прочтите «Пауло Каэльо, алхимик». Там есть все формулы для успешного успеха. Вы можете просто буквально зачитывать цитаты из этого произведения и таким образом продавать свои курсы. Все будет работать вот так. Смысл, почему я ненавижу это произведение? Я ненавижу произведение «Пауло Каэльо», потому что это самый большой обман. Фактически Каэльо – мошенник. Он показывает вам что-то великое, хотя на самом деле великим это не является. И он показывает, смотрите, какой я тонкий, смотрите, какой я офигенный, смотрите, какой я хороший. Но при этом эта книга будет абсолютной пустышкой. Она вам даст ощущение того, что вы приобщились к чему-то прекрасному, что вы чуточку взгрустнули, немножко изменились, но по факту на вас это не повлияет никак. Понимаете, настоящая хорошая литература, она не спрашивает вас, она не задает вам вопроса, можно ли мне вас изменить. Так же, как и любое произведение искусства, оно берет, бьет вас обухом по голове сзади и говоришь, все, больше ты не будешь прежней. Так действуют любые хорошие книги. А те книги, которые не являются хорошими, они пытаются с вами заискивать, они пытаются вам понравиться. Еще в определенный момент у Николая Васильевича Гоголя в его «Мертвых душах» было замечательное рассуждение о двух типах художников. И там Гоголь как раз говорил, что вот есть художники богословенные, которые говорят все, что людям нравится, и есть художники, которые вытаскивают всю бездну мелочей, и их путь – это путь одиночества и путь презрения, по большей части. И вот Павло Каэльо в этом плане именно тот художник, который обожает, нравится публике, который очень любит выглядеть мудрым, очень любит людям давать утешение, хотя на самом деле за этим утешением ничего не стоит. По сути дела вы получаете вместо конфеты пустую яркую обертку, сладкую, замечательную, а вот внутри… А внутри там ничего нет. Редактор субтитров А.Семкин